Более 850 миллионов гривен. Столько сегодня потребители электроэнергии задолжали Донецк облэнерго. Львиная доля приходится на население. Долг превышает 500 миллионов гривен. Причем он постоянно растет. Отключение должников от электроэнергии хоть и эффективная мера, но мы намерены от нее постепенно уходить, говорят энергетики. Работать с неплательщиками теперь будут специальные агентства по возврату долгов с населения и юридических лиц. Чтобы прежде всего убедить потребителя сбалансировать свой бюджет для выплаты имеющейся задолженности, составить план выплат, ну и агентству контролировать эти выплаты. При этом агентство не прибегает к крайним мерам, как отключение потребителей от источников электроснабжения. Работу специальных агентств предприятие-поставщик будет контролировать, в том числе и с помощью должников. Открыта горячая линия, телефонный и электронный адрес потребители наши могут увидеть на сайте Донецк облэнерго, где и куда могут своевременно обратиться, если будут выявлены какие-то факты нарушения. Специальные агентства имеют опыт работы с клиентами-должниками в городах Днепропетровской области. Жалоб от абонентов не поступало, говорят энергетики. А что думают мариупольцы о предстоящих нововведениях Донецк облэнерго? С ними хоть что-то, но надо делать. Это уже не серьезно. Если могут платить, а не платят. Это неправильно. Не будут отключать, может быть уже хорошо. Но опять-таки с коллекторами, может быть это в какой-то степени лучше, потому что то ли человеку за подключение платить, да, и как бы не знать, когда тебе придут и отключат за долги. Может быть и правильно. Может меньше должников будет. Энергетики просят своих абонентов не дожидаться сентября, когда к работе приступит специальное агентство, а оплатить имеющуюся задолженность или заключить с предприятием договор о реструктуризации долга. И обращают внимание на то, что платить по своим долгам нужно исключительно на счета Донецк облэнерго, а не агентством. Елена Гнездилова, Алексей Андреев, Виктор Зубенко. Информационная программа «Зеркало». Виктор Зубенко. Информационная программа «Зеркало».